Всех приветствую дорогие друзья вы на канале Гетеринг Вискролл И сегодня мы начнем прекрасную серию прохождения игры Сабнафтика Наливайте чаечек, доставайте печеньки Сегодня мы будем погружаться на самое дно Как бы это страшно и весело бы не звучало Да, всем привет У нас пока такие основные настроечки будут проходить Все и соберутся скорее всего Контроллер Инверсию-то уж точно делать не будем По звуку Вот думаю вот так будет нормально Вообще игра довольно таки интересная по своей сути Первый раз когда я в нее начинал играть Прям была полная палитра ощущений Как радости так Бежности И мрачности От всего происходящего Да Но игра достойная Достойная по своему исполнению Ну давайте значит просмотрим начальный видеоролик Покажут как Произошли события И из-за чего мы оказались на этой планете Играть скорее всего будем Так как сегодня Лайтовые Прохождение лайтовых игр Выживание Хардкор я думаю как-нибудь оставим на потом Вот это корабль Аврора Да Была подбита И падает На землю Или планету Правильнее будет назвать Полностью Практически полностью Погруженную Под воду Есть конечно Некоторые клочки земли Но их очень мало Основной задачей нашей При прохождении будет Что-то наподобие Излечения Подводного мира Ну и в принципе нас Так как мы чуть позже Заразимся От вируса Вируса Хара Да 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 Надо скорее всего будет звук еще подкрутить Тут видно как мы спасаемся на спасательной шлюпке С падающего корабля Ну вот нам в полное управление дали персонажа Сейчас потушим тут небольшой пожар Настроим звуки Думаю еще можно будет немножечко Поднять Громкость окружения И вот музыки Это наш КПК Что-то наподобие Наше устройство По отслеживанию Всего что у нас есть с собой Всего что мы можем создавать Сигналы которые мы можем отслеживать Фотографиями управлять Да Прослушивать опять же О привет инквизитор Привет Голос сонный Не рановато ли стримишь Ну в субботу максимум я В субботу максимум Начало стрима где-то с 12 Под вечер у меня Очень уж неудобно получается Да Ну и встал где-то в 11 часов Потому и Запостил Пост очень поздно Только за полчаса Как я и говорил Развучки в игре нет Он на ПКМ модом ставится Разве? Вот например смотри Сейчас у нас разговаривать будет наш Компьютер И вроде на русском Быстрые слоты у нас тут присутствуют Ничего мы скрафтить в принципе не можем Давайте выйдемся наверх Посмотрим На эту прекрасную картину Разрушающегося корабля На фоне морской глади Всем привет дорогие друзья Да У нас тут Такое пока начало только Со звуком все хорошо Слышно меня Слышно игру Там можно все прибавить Убавить Ну вот Нету розвучки Да Игра занимательная Игра очень интересная Только надо вспомнить Что нам надо сделать Сигнальные ракеты Немножечко покушать Возьмем с собой Охота за морскими обитателями Это лучшее что есть в этой игре Когда ты за ними плаваешь И не можешь догнать И не можешь догнать Разбейте Известняк Разбили Из характеристик Как можете заметить У нас присутствует Шкала здоровья Шкала Голода Жажды соответственно И шкала Ослеживающая И очень быстро тикающая Воздуха Да Тут как и любому Человеку Присуще дышать В общем Персонаж Из предметов Нам необходимо Сейчас посмотрим Для 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 ремонтного Да Для ремонтного Инструмента Нужен силикон Силиконовая Резина Нужна Пещерная Сера И титан Титан Одну штуку Мы уже нашли Силиконовая Резина Как я помню Делается Из Грозди Семян Водорослей А тут Нужна Батарея Да Короче Тырим Все Что Найдем Все Нам Пригодится Сера Как я Помню Добывается Из Вот Таких Вот Да Отзрывающихся Рыбок Бомбанеров Персонаж У нас Сначала Очень Не прокаченный У него Очень Быстро Тратится Воздух Мы Очень Медленно Плаваем Это Все В будущем Можно Будет Пофиксить При Помощи Различных Дополнительных Инструментов И устройств Позволяющих Нам И передвигаться Быстрее И дышать И меньше Тратить Кислород Под водой Ну а Позже И в транспорте Дышать В своем Заберем Разовую Аптечку Тут Нам Получается Надо Расплавить Титан На Компоненты Да Сделаем Немножечко Стекла Так Из Снаряжения Мы можем Сделать Обычный Кислородный Баллон Чтобы Подышать Побольше Здесь Сигнальные Ракеты Не очень Как-то Звучит Нам Нужна Силиконовая Резина Надо Пойти За этими Капельками Трубы Как-то Пока Еще Ничего Не набрали Скрафтить Практически Ничего Не можем Можно Сделать Уже Второго Уровня Кислородный Баллон Довольно Таки Занимательно А И он Сразу Оделся Плюс 30 Кислорода Дает Так Где у нас Были Эти Грозди Эти Грозди У нас Были Вот Да Здесь Сейчас Пособираем Парочку Штучек Потому Что Они Довольно Таки Много Места Занимают В инвентаре Да Да Сегодня у нас Такое Лайтовое Прохождение Не будем Как-то Заморачиваться Что-то Прям Такое Мудрить Связанное С хардкором Потихонечку Будем Развиваться Находить Новые Прикольные Места Ну и Просто Веселиться Скрафтим Определенное Количество Резины И еще Немножечко Смазки Сделаем Да Штучки Две Думаю Тоже И на Оставшуюся Резину Сделаем Ресурсы В игре Конечные То есть Они не Респавнятся Ну по сути Вот Титан Например Тот же Самый Или Например Кварц Они не Восстанавливаются Вот то Что ты собрал На локации Сверху И есть У тебя Лимна на горе И на месте Прошло Много Заспавнятся Рыбки Рыбки Исполняются Очень долго Очень долго И поэтому На одном месте Ну тоже Не очень хорошо Задерживаться Но это все Фиксится Опять же На Большой Прогрессии В игре То есть В конце Уже не чувствуется Что-то Чего-то Тебе не хватает И Всего Подобного Ножичек Еще Скрафти Сделали Ремонтный Набор И ножичек Оружие Было Изготовлено Тут Нам Наш Бортовой Компьютер Поясняет Вообще За все Тут Говорит Что Ядро Авроры Было Разрушено Повреждено И Возможно Утечка Радиации Так Вещи У нас Переключаются Так Давайте Починим Нашу Капсулу Да Ну вот и все Она у нас Считайте Как новая Только Черный дым Еще идет А так Все хорошо Результат Сканирования Окружающей Среды 456 454 6b Океаническая Планета Категории 3 Кислородно-азотная Атмосфера Обширное Биоразнообразие Указания По технике Безопасности Может содержать Хищников Класса Левиафан Это мы знаем Вода загрязнена Высоким уровнем Содержащихся В ней Инородных Бактерий Планета Находится За пределами Пространства Федерации И спасение Маловероятно Это очень Грустно Рекомендуется Изучение Данной Окружающей Среды Без костюмов Для работы С опасными Материалами И обширного Сопомогательного Оборудования База данных Чертежей Повреждена Ну то есть 80% Спасательного Оборудования Недоступно И надо его Находить самим И исследовать Это нам Объясняют Немножечко За Выживание Тут Как работает КПК И в принципе Что делать При Таких Непредвиденных Обстоятельствах Советы По выживанию Тут тоже Написывают Девятый пункт Поддерживать Физическое И психологическое Здоровье Для спасения Да Как эти Как из фильма Как из фильма Робинзон Крузо У нас будет свой мячик С которым мы будем Разговаривать Чтобы не сойти С ума Радио Говорит Аврора Сигнал Бедствия Получен Спасательная Команда Будет отправлена По вашим Координатам Через 9 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 Производится Сканирование Числа В поисках Экстренных Что-то Надо еще Поменьше Поставить Скорость Перемотки А то Нифига Не успевается Прочитать Вот Символы В секунду Надо поставить Ну вот Пятерочку Так Что мы сделали Нож А получается По будущим Чертежам Нам Что надо Батарею Это медная Руда И два Гриба Смазка Антисептик Это все Хорошо Еду Мы можем Делать Пока Самую Обычную И Снаряжение Еще Нам Надо Стекло 4 Титана И Одна Непереработанная Серебряная Руда Огнетушитель Нам Не нужен Сканер Вот как раз Батарея Нужна Для него И фонарику Нужна Батарея И стекло Строитель Но это Пока Пока Нам Не Не Прижимает Также Из Размещенных Объектов У нас Есть Морской Глайдер Переносной Сборщик Транспорта И водостойки Контейнер Глайдер Вообще Тема Она Пока Отсутствует У нас Тот же Самый Мотылек Очень Сильно Помогает В Передвижении Под водой На Несколько Батарей Возьмем На Этих Грибочков И Надо Сейчас По Пещеркам Будет Поползать Поискать Медные Руды Так Пополись Перед этим Надувать Да Попушаем Все Показатели Жизнеобеспечения Стабилизированы Это Хорошо Тебе Мотылек Нельзя Парковать Я Корят Доказал Вчера Это Вчера Это Был Одиночный Случай Да Да Но если Мы Сломаем Мотылек У нас Всегда Есть Функция Повторного Воссоздания Так что Ничего Страшного Ну конечно Каждый Мотылек Очень Очень Сердцу Близок И Ломая Его Это Последнее Чего Хочется Это У нас Что Правильно Кварц Еще Титан Титан Титана Тут Довольно Так Много На Локации А вот Это Вот У нас Крокодильчики Они Они У нас Будут Красть Метал Атаковать Смогом К ним Близко Приближаться Своеобразные Мелкие Хищники На Начальной Локации Да О Это У нас Газобрюхи Они Делают Вот Такие Маленькие Бомбочки Вот Тут У нас Есть Что Посканировать Например Фрагмент Грави Ловушки А по Звукам Все Хорошо У вас Все Хорошо Слышно Все Хорошо Отлично Вот Тут Морской Глайдер Еще Есть О Это У нас Песчаная Какая-то Склопендра Добута Одна Медь Нам тут говорят Что медь Очень важна Для выживания Используется В электронном Оборудовании Вот тут Еще Есть Немножечко Ресурсов Что за Звуки А Это Просто Вот Да Звуки В этой Игре Довольно Таки Бывают Нагнетающими Вот Вроде Ничего Не Происходит А Нет Творится Какая-то Странная Дичь Ну Вот Еще Тут Есть Немножечко Обломков Или Это Да Металлом Вот Тут Еще Немножечко Ресурсиков У нас Есть На Склончике 30 Секунд Кислорода Давайте Тогда Подниматься По Ресурсам У нас Забит Весь Инвентарь Можно Пойти И Немножко Покрафтить Сделаем Сейчас Сканер Исследуем Новые Технологии И Будет Все Пушка Просто Пушка Вот Тут Еще Можно Что Небудь Найти Интересного Из Технологий Еще Одна Птичка Есть В Доступ Обломки Мы Получается Сейчас Расплавили Сколько У нас Там Есть Все Закончились Титановый Слиток Нам Пока Не Нужен Из Компонентов Электроники Да У нас Два Батарея На Фонарик Энерго Ячейка Нам Пока Вообще Не В Тему Также Мы Можем Пожарить Всяких Маленьких Обитателей Так Ну Давайте Еще Вот Эту Летягу Приготовим Пробуйте Замаскивать Вкус Неприятного Мяса При помощи Соли Трав Или Специй У нас Нету Таких У нас Нету Никаких Ни Трав Ни Соли Ни Специй Здесь Мы Немножечко Еще Должны Найти Кварца Для Приготовления Стекла И В принципе Будет Нормально Делаем Сканер Спектроскопический Сканер Может Быть Использован Для Составления Чертежей На Основе Собранных Технологий И Записи Инопланетных Биологических Данных Спасибо Сейчас Еще Надо Будет Водички Выпить А то От жажды Помирать Неохота Фонарик Так Засунем Сюда Большое Количество Титана Что мы Нашли Да У нас Есть Сигнал Давайте Прослушаем Настохождение Сигнала Загружено В КПК Говорит Спасательная Капсула 3 Передаю Наши Координаты Мы летаем Кое-какие Дыры В нашей Спасательной Кроме того Не улетайте Домой Без нас Серьезно Капсула 3 Конец Сигнал Локация Уплощена В ПДА Да У нас тут Появился Сигнал С людьми Вот они Тут Помечать их Можно Давайте Поставим На оранжевенький А наш домик Пусть будет Желтенький Тут Мы уже Имеем Определенное Количество Чертежей Для создания Базы Так Надо водички Выпить Да Запасы Все Стабилизировали Тут Тоже С собой Возьмем Наверное Скинем Нам Ремонтный Инструмент Пока Вообще Не нужен В принципе Необходим Только Для Починки Техники И зданий И нам Надо Получается Найти Еще Кварца Для Улучшения Нашего Балона Да Это были Бодабахи Где мы Что тут Пролетали Его не было Откуда Он тут Появился Давайте Значит Подышим Скушаем Аптечку Потому что Здоровье Очень долго Восстанавливается Надо будет Поймать Рыбок Пузырей Наделать Из них Водички Как бы Это Не звучало Дико У нас же Есть фонарик Я забыл Про него Тут Явно Нету Не знаю Откуда Он выскочил Но тут Была Эта Чудовищная Мина Есть конечно Вариант Что Он опять Заспаунился В этой же Точке Так У нас Что Что Нужно А Кварц Жеще Да Вот И кварц Кстати Нашли Мы Раз Два Три Вот Это Бодобах Люблю Их Пока Нету У нас Улучшенных Ласт Фиг От них Уплывешь Только Мансовать А в Мелких Пещерах Это Фиг Сделаешь У нас Кстати Кислород Заканчивается Доплывем Нет Доплывем Еще Немножечко Позадыхаем И доплывем Давайте Что Немножечко Посканируем Грибочки Например Потом Это мы Все Прочтем Конечно Же Свободное Время В каюте А пока Так Поразвлекаемся Посканируем Куда Ты Не Хочется Сканироваться Прыгун Но мы его подобрать Никак не можем Поэтому Прыгун Для нас Бесполезен Немножечко Меди Серовик Уже Наступает Ночь Вообще Становится Темно Без Фонарика Ничего Не Видно Но мы Свою Задачу Выполнили Мы Нашли Нужное Нам Количество Кварции В принципе Можно Возвращаться Домой Выпукости Известняка Ох Тут у нас Режим Есть Масочки И без Масочки Интересно Для полного Погружения Так сказать Но не думаю Что нам Какие-то Рамки Нужны Давайте Уберем Что мы Хотели Сделать Стекло Стекло Ради 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 Этого А его Надо Достать Скорее Всего Чтобы Чтобы Использовать Надо Достать Свой Кислородный Сделаем Сделаем Появился Чертеж Ребризера Сберегает Кислород При глубоком Погружении Поглощает И перерабатывает СО2 В пригодный Для дыхания Воздух Отличная Штука Но требует Комплект Проводов И сетчатое Волокно А его Делать Мы умеем Или Сетчатое Волокно Вот Комплект Проводов Я вижу Батареи Энергоячейки Нет Не вижу Чтобы Мы могли Делать Это Сетчатое Волокно Ага Так А по инвентарю Вот Тут Менеджмент Инвентаря В самом начале Неприятно Можно Полностью Как сейчас Забить Все Вот этим Титаном Потом Немножечко Страдать В принципе Что Что Можно Сделать Несколько Дополнительных Переносных Контейнеров Вот Водостойкие Контейнеры Штучки Две Думаю Хватит Выбросить Выбросить И выбросить Тут будет у нас Храниться Всякие Компонентики А здесь Положим Всякие Уже Переработанные Вещи Нам надо Сейчас Срочно Воды Заняться Поиском Где наши Пузыри Вот Один Пузырь Я вижу Его Раз Инопланетные Формы Жизни Могут Неожиданные Характеристики И сферы Применения Используйте Их Как Стратегические Ресурсы Давайте Немножечко Потише Звук Сделаем От музыки Чуть Чуть Совсем Первый день Мы свой Выжили Считайте Это уже Успех Еды Мы понабрали Сейчас Я переработаю Переработаем В необходимые Нам Продукты И будет Вообще Зашибись Вот Жалко Что нельзя По нескольку Предметов Делать За раз Вот Только По одному Пока В будущем Тоже Вроде Нельзя Будет По группам Делать Самое Съедобное Из морских Обитателей Это песку Тут В принципе Идание Это Характерические Утоления Голода Их Жажда Приготовитель Способен Приготовить Мелкие Организмы Удаляя Костную Структуру Телесные Жидкости И внутренние Органы Таким Образом Обезопасить Способным Обезопасить Преупотребление Человеком В пищу Понятно Да У нас тут Получилось Довольно-таки Неплохие Запасы Сделать Сейчас Мы две Выпьем Получается Пескунов Одну Штучку Оставим Где-то И вот Эту Среди И вот Это Так Сделаем Раз Два Да И три Можно В принципе Закинемся Одним Пескуном И можно Отправляться Воды Воды Много Не бывает Как можете Заметить Она тут Очень быстро Расходуется И Мало Дает Поначалу Так Из точки Нам далековато Пошлите Исследовать Контейнеры Вот тут Были Интересные Контейнеры Из которых Можно сделать Точнее Найти чертеж Из которого Можно сделать Глайдер И какую Исферу Способную Притягивать И удерживать Мелкие Организмы Здравствуйте Вот Сзади Минж Жмет Сам по себе Будет Правильнее Сказать Вне Зависимости От действия Игрока Фрагмент Радиомаяка Интересно Кислорода 30 секунд Самосканирование Кстати Можно провести Еще Вознение Показателей В норме Продолжаю Наблюдение Не особо Нас любят Морские Обитатели Вот Они Учительные Кайши Продолжение Продолжение Тут Пусто Я помню Мы где-то Находили По пути В наш В нашу Спасательную Капсулу Чертеж Глайдера Да Его тоже Надо бы Заценить Вот Вот тут Какого-то Беднягу Съели Потащил Потащил Как я помню Нравится Типа Что Вот эти Данные Обломки Красиво Падают Да И они Очень боятся Когда ты Не даешь Отпор У нас Уже Почти Две Минуты Больше Даже Двух Минут Этих Самых Погружений Под водой И мы Можем Довольно-таки Неплохо Исследовать То на что Соли Давайте Соберем Вообще Тут Прикарманивать Все Надо Всегда И везде Пригодится Если Не сейчас То Как минимум Позже Золото Вообще Отлично Да Все Тут Обломки Валяются Я не Маска Что Я не понял Маска Тут Не хочет Сниматься Это в настройках Случайно Не делается Выключена Цветокоррекция Горизонтальная Чувствительность Вспышка Молнии Фигня Какая Это Сделать Скриншот На Это Скриншот Получается Что Сделал Всяких Понятно Что На Р3 Делается Так Ладно Ресурсов Каких Там Подобрали Немножечко Разлагающийся Образец Водоросли Какое Себе Также Тут Всех Можно Победить Ну То Есть Даже Самым Обычным Ножечком Можно Зарубить Того Же Самого Левиафана Это Будет Долго По Времени И Нужно Иметь Определенные Инструменты Чтобы Его Либо Обедвижить Либо Как-то С помощью Транспорта Бить Вот 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 Тут Мы Нашли Да Вот Это Сним И Чертеж Глайдера Точнее Одно Из Его Частей Ага Локальные Показать Терез Радиации Предполагают Что Ядро Авроры Достигло Критического Состояния Квантовая Детонация Произойдет В течение Двух часов Классно Вообще Классно Ага Через Два Часа Мы не Можем К Авроре Заплыть Как Минимум На Ну Километр Где-то Ну Или Сколько Там Она От У нас Находится Мы Можем Сделать Радиомаяк Прикольная Вещь Да Лодишки Еще Сделаем Из Ресурсов Мы Можем Сделать Сетчатое Волокно Вот Оно И Появилось Что Нам Для Него Было Нужно Так Грави Ловушка Тоже Стоящая Вещь Надо Будет За Рыбками Плавать Надо Батареечку Да В принципе У нас Тут Хватает На Батарейку Еще Снизу Ресурс Есть Вот Наши Контейнеры Золото И серо Серу Возьмем Может В чем Нибудь Да Пригодится Диски Указатели Воздушный Узырь Ага Тут Этот Ласты Ребризер А что У нас Там По Ребризеру Там Надо Для него Набор Надо Серебряные Руды Две Штучки Набрать Ага Из Сечетого Влокна Мы Изготавливаем Одну Аптечку Еще Одну Сделаем Батареечку На Всяк Пожарный В своем Инвентаре Будем Носить Еда Тут Не Портится Так Что Вообще Смысл Накапливать Ну Я имею Ввиду Что Можно Накапливать А Портиться Она Не Будет Да В темноте Этих Контейнерах Вообще Не Видно Вот Они Да Сейчас Поставим Гравиловушку Например Где нибудь Вот Здесь Посмотрим Как Она Действует Даже Мусор Притянул Собираем Мелкой Живности Наделаем Водички Еды Также Можем Их Просканировать Раз Они Не Очень Та Могут Сбежать Отсюда Думаю Хватит Хватит Еды Тут И Всякого Разного Так Что там Надо было На Эту Приколюху Как там Называлась Она Воздушный Пузырь Один Силикон Ага Силикон У нас Тут Есть Да Один Силикон Поздравляем Поздравляем Выжившего Вы только что Выполнили Свой недельный Коэффициент Физических Упражнений На 500% Данные Показывают Что вашим Любимым Рядом Занятий Было Плавание Не забывайте Разнообразить Распорядок Для равномерного Мышечного Развития Спасибо Спасибо Но мы И так Все знаем Так Что я хотел Поставить Да Вот этот Воздушный Пузырь На Первый Слот Приготовить Еды Воды Антисептик Обеззаражен Обеззараживающая Вода Две штуки Получим Ну пока Делаем Из рыбки Пил Две штуки Пил Fraktion Немного Вода Две штуки Две штуки Пил Две штуки Пил Две штуки del Подпис sant Подписывай Тут Еще рыбок-буберангов тут приготовим, и вообще будет пушка. У нас корабль имеет также свою энергию. И у нее ее 11 из 75, даже не половина. Это немного огорчает. Все, тут инвентарь мы забили. Можно его, конечно же, снизу еще подзабить. Да-да, они все ниже и ниже опускаются. Да, е-мое, ты откроешь его, нет? Из ресурсов нам скинуть сюда. Вот это можно. Тут мы немножечко еды подзакинем. Вот это тоже, одну аптечечку. А, медь с нами полетает пока. Спойте. Вообще хорошо. Также за счет этого интересного устройства, как оно называется, Воздушного пузыря можно пополнить немножечко кислорода, если не хватает. Думаю, до меточки мы сплаваем. Там, скорее всего, будет какое-то определенное количество пертежей доступное нам. Ну и, в принципе... В принципе, какое-нибудь аудиосообщение тоже интересное. Красиво же тут в ночное время суток вообще. Воу. Эти монстрики тут, конечно, бесшумно плавают вообще. Опасность ядря. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Так. Посмотрим, как взрывается Аврора. Разлетелась бедняга, дыры в корпусе-то поднаделась. Теперь нам доступен чертеж противорадиационного костюма. Интересно. Да, теперь нам не подплыть туда вообще никаким боком. Практически приплыли ему к сигналу. Осталось буквально 100 метров. А вот тут что-нибудь у нас лежит. Фрагмент морского глайда. Да, не особо повезло данному спасательному шлюпу. Появился прямо в зоне обитания этих прекрасных... Как они называются, я не помню. Местные формы жизни данным. Необходимы животные. Мир падальщики и паразиты. Прагуны. Платоядные сталкеры. Их называют, да. Быстрый хищник, обитающий в озарослях водорослей. Поджидающий жертв, покидающих безопасные мелководья в поисках корма. Давайте всплывем и почитаем тогда уж. Да, вероятно всего, сталкеры заняли удобную экологическую нишу по размеру и скорости уже миллионы лет назад. И могут быть одними из древнейших видов на планете. По всей видимости, сталкеров тянет к залежам титана, который помогает точить зубы и держать их в тонусе. Как и со многими хищниками, голодных сталкеров можно временно отвлечь, покормив их. Зубы сталкера необычайно твердые и быстро растут. Его вытянутая морда может оказать огромное давление при укусе больших противников. Но также служит для того, чтобы доставать мелких травоядных, прячущихся среди камней. Да, у него такая вытянутая морда довольно-таки удобная. Также у них присутствует ночное зрение. Да, слои сетчатки в глазном яблоке предполагают адаптацию к охоте в ночное время. Спинные гребни двигаются независимо друг от друга, давая превосходную подвижность. Брюшные плавники на самую мелкую дичь приспособлены. Ага. Оценка зубы сталкера могут применяться при производстве эмалевого стекла. Надо будет заняться добычей тоже этого интересного ресурса, как их зубы. Может даже притащить им парочку этих залежей титана. Ты чё? Нет, не мешай мне там, мне тут. Да. А что тут было? Оставленный КПК. Немножечко потом почитаем на свободе, когда будем, точнее, на воздухе. Компас. Лично. Мы теперь можем меточки следить в верхней части экрана, когда создадим этот компас. Да. Да. Высокий уровень содержания чужеродных бактерий в воде рекомендуется провести самосканирование. В самом начале мы сканировали себя. Значительное количество этих бактерий. Продолжаем наблюдение. А что нам на глайдер необходимо? На глайдер. В принципе, этот сигнал можно уже убирать. Мы всё с него забрали. На глайдер. Вот он, да. Опять фото как рано сделал. Ну, сколько глайдер? Нам нужна смазка. Она имеется. У нас медный провод тоже имеется. И батарея тоже в наличии. Всё отлично. Получается, по прибытию мы можем даже сделать этих батарей. Ой, этих. Ещё немножечко. Батарейчик, да. Для этого глайдера. Чтобы он у нас в нужную секунду не заглох. Вот пять штучек этих водорослей заберём. Сделаем ещё сетчатого волокна. Оно как минимум пригодится. Поплавок. И что это за такое интересное существо? Типа паразита, который цепляется к камням. Два вида, которые живут в симбиозе. Которые прикрепляются к тому, с чем вступают в контакт и пытаются кормиться этим. Доминирующая форма жизни. Розовое основное тело и внутренняя челюсть являются доминирующим существом. Прикрепившись к живому существу или какой-нибудь твёрдой поверхности, стараются высасывать питательные вещества, чтобы расти. Интересно. Мембраны из микроорганизмов. Наружное гелиообразное вещество способно образовывать герметичный вакуум вокруг челюсти существа. Гелевая подушка, оценка, может применяться при подъёме опустившихся на дно объектов. Интересно, интересно. Властинчатый коралл. Назначить на быстрый слот, вот на этот. Ну вот, типа даже в руке держать нужно, да? И типа прицепить к кому-нибудь. Вот, например, вот на тебя мы можем нацепить? А не... Не прицепилась, как мне кажется. А нет, прицепилась. Бедняга. Теперь из него будут высасывать питательные вещества. Сейчас сделаем ещё раз покушать. Очень быстро тратится энергия. Это Эвери Куин, из торгового корабля «Солнечный луч». Вы меня слышите? Один только вакуум. Один только вакуум. О пушите Альтера. Они заканчиваются с маской двигателей, они шуют СОС. Предполагается... Альтера, на дальнем конце системы потребуется больше недели, чтобы добраться. Альтера, на помощь? Приём. Попробую ещё раз завтра. Чёртов устал. Составляет нас пожелать наши кредиты, бегая на побегушку по Эвери. Тем временем посмотрим, что поймают сканеры дальнего действия. А всё равно быстро очень. Эти титры пролетают, не успеваешь их просмотреть. Статус в норме. Вторичные системы, исходящая радиосвязь. Всё запущено. Нарушений нет. Выходящая радиосвязь работает. Плавсредства раскрыты. Целостность корпуса в порядке. Окружающая среда, планета, номер такой-то. Да, кислород тут присутствует. И содержатся бактерии в водной среде. Высокое количество. Ага. Сделаем, давайте. Получается, что нам надо сделать сетчатое волокно, чтобы нам много места у нас не занимало. Так, это хорошо. Батареечку сделаем. Еду сейчас тоже пододелаем. Некоторое количество выпьем, и остальное в запасном. Да, вот противорадиационный костюм можно сделать. Если отзаз начинает услышать, сразу будет компас. А смазку только достать необходимо. Тут у нас её нету, да? Подождите, еда портится получается, да? Я думал, всё хорошо с ней будет. А она, оказывается, портится. Давайте тогда съедим, что уж. Значит, еда портится. Это надо иметь в виду. Вот не портится вот этот. А, это уже испорчено, да? Это выкинем тогда. Это ещё до сих пор можно съесть. Честно, предполагал, что тут еда не портится, так как она... По крайней мере, раньше не портилась. Или я не замечал это. У нас есть тут приток всегда здоровых и хороших продуктов живых, что жаловаться не стоит. Солёный бумеранг. Так же, саундтреки-то довольно-таки такие. такие приятненькие. Так, мы можем... А медные провода ещё надо сделать, да? И, блин, не хватает всего одной медной руды. Ладно, тогда противорадиационный костюм забабахаем. Угу. И перчатки, и всё сразу нам тут дали. Пошлите тогда медь немножечко соберём. В пещерку сейчас плаваем какую-нибудь тут неглубокую. В принципе, меди наберём. А вот и она, кстати. Пошлите. Пошлите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Занимает он довольно-таки много места, да, но это не страшно. Главное, что у нас есть теперь быстрый способ передвижения. Теперь это окошечко вообще не пропадает, да. Опять символов в секунду пусть будет. Так, что у него есть? Фонарик. А, это карта у нас, получается... Фонарик есть у него, да. Но это быстро его батарею разряжет. Разрядит. А у нас сигналов-то никаких еще больше не было. Угу, не было. Тогда нам сейчас надо будет понаделать немножечко еды, воды. Взять с собой. Сигнальную ракету возьмем. Надо будет сделать так же. Чуть позже один радиомаяк, вдруг что-нибудь интересное. Так, ё-моё, я только выбрался с корабля. Сразу какой-то сигнал. Мы пойдем в свободное плавание, искать что-нибудь интересное. Так. Это Ози из кафетерии. Какого-то, ребята, нам не говорили, что такого может произойти. Ашкац, не раздавелась всякого мотылька в предпадении. Оттемная висимокровая пещерная система, это жуткая зиме, подобная тварь, пытается прогрессить обшивку. Заберите нас уже. А эта штука вообще пропадать-то не собираются, не? Алло. Вот, текст посередине экрана пропал. Где сигнал? Упал рядом с пещерной системой, подверглась нападению. Полетели? А, это фонарик так работает, что мы просто ничего не видим. Понятно. Креповатые звуки, да? Вот это у нас тут новая локация. Ё-моё, тут какие всякие страшилища. Это что-то наподобие меду. Что это такое? Рифоспин. Левиафаны. Первый наш левиафан. Поздравляю, друзья. Всех приветствую. Всех приветствую. Хитиновый панцирь у него присутствует. Кокон с ферментами. Собственная экосистема. Жизненный цикл. Многие столетия держится. Вау. Является домом для растений, мелкой рыбы, богатых металлами морюсков. Удивительно. Ну, это мирный левиафан. Они, в принципе, нам ничего не сделают. Плавают себе. Молодцы такие. Это от мотылька. Все верно. От мотылька. У нас уже есть запись. Че? Это рыба пиранья, что ли, у нас Кокотсунова? Неприятно. Может, что-нибудь интересное вот еще вокруг есть? Внимание, пройдена отметка в 100 метров. Эффективность кислорода снизилась. Это грустно. Чем глубже погружаемся, тем больше тратится у нас кислорода. Персонажем. Сканирование показывает, что расположена недалеко пещера на глубине 90 метров, ведущая куда-то там. Я не помню, мы мотылек-то скрафтить уже можем, что ли? Нет, не можем. Нам еще надо два чертежа такого транспорта. Так, тут надо местами поменять немножечко, а то неудобно. Может, тут в округе еще есть мотыльки? Давайте посмотрим. Тихо, 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 аккуратно. Понял, я поясин, я с ножом. Это что? Биореактор. Фрагмент. Вон там еще эти поплавки строят свои интересные. Интересные такие подобия плавучих островов. У нас лазерный резак. Тоже отличная штука. И тоже три штуки надо. Пусто. Пусто. Сейчас надо будет подниматься на сушу, у нас потихонечку кислород заканчивается. Фрагмент комнаты сканирования. Особо кислорода нам дает эта установка, штук с 15 до 1. Он неплох, неплох. Металлом просканирован. Еще часть биореактора. А все, чертеж открыт. Вот тут часть еще чертежа, мотылька прекрасная. И лазерный резак. Мы, может, сейчас соберем еще компонентов. Хватит нам тут. С мотыльком-то играть будет намного веселее. Не надо будет вечно всплывать. У нас будет переносной свой кислородный такой транспорт. Ну, его, конечно же, надо будет подзаряжать. Так что везде есть свои плюсы и минусы. Это у нас что такое? Висячие жало. Ну, соответственно, оно наносит урон нам, да? Оценка избегать лучше, да? А это что такое? Яйцо-существо. Потом надо будет просканировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти песчаные скалопендры тут вообще разъярились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы тут были уже, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, конечно, ребята, неплохие, но тоже людям своих домашних питомцев разводить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это у нас еще одна часть биореактора, который у нас уже собран. Тут кусок Авроры, как его не заметил в начале самом, присутствует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 30 секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, сканировать его нельзя, да? Ладно. Тут пусто у нас. Это обидно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проводина отметка 100 метров. Спасибо. Что всегда напоминаешь... Ох, последняя часть мотылька. Осталось его только собрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько тут яиц этих всяких разнообразных. Иди, лес. И последняя часть комнаты сканированы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще немного от комнаты сканирования тут есть чертежей. Биореактор у нас тоже уже отсканирован. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и водички надо попить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едите, оно место занимает. Ладно, поплавай пока само. По себе. А на обшивке что-нибудь интересное найти можно тут? Или так, чисто? Ну, дверь не открыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорее всего, это все чертежи, которые мы можем отсюда забрать. Так что можно отсюда возвращаться, в принципе, домой. Крафтить мотылька. Он нам огромную сделает помощь. Да, да, все тут. Уже все на крафтере. Вы нашли все, что можно. Поехали тогда домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кварца у нас есть немного. Инвентарь мы им не забивали специально. А то место, опять же, все определенно строго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Строго у нас есть определенное количество мест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, надо похавать здесь с собой. И водички тоже наделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думал, хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то сигнал есть. Давайте прослушаем. Аурора, это снова солнечный луч. Мы только что вырызгали большое поле обломок на ваших кардиналов. Я не знал, насколько все получилось. Сколько вас? Я не знал. Мы сейчас в пути к вашему месту к нахождению. Заберем вас в солнечный луч. Конец сады. Что я могу сказать? Единственный раз, когда я сажал такой банк дурный, который мелкий камешек, был... ...бредая в... А, виртуальной реальностью. Ну да, это плохой расход. Но альтернатива не лучше. Ммм. Хорошо, что за нами вылетает спасательная капсула. Мы пока вроде тут выживаем. В принципе, неплохо даже себе. Так, ресурсы. Стекло. Пласталевый слиток. Она уже получается для мотылька еще переносной сборщик транспорта необходим. А у нас его нету. Значит, откладывается наш сбор транспорта пока откладывается. Откладывается. Одну аптечку выложим. Это, это тоже. Титанчика. Серебряные руды у нас две штуки. А нам для чего-то надо было ее в таком количестве. По-моему, для вот этого, да. Для комплекта проводов. А он, соответственно, нам нужен был для ребризера. Так. Хорошо. 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 типа место противорадиационного шлема мы надеваем этот ребризер сберегает кислород при глубоком погружении есть конечно сейчас моментик что можно съесть съездить на аврору подобывать там ресурсов по-любому должно быть что-нибудь редко а значит что нам этот ребризер пока не в тему еще немного контейнеров поделаем пока буквально две штучки думаю дальше мы уже будем строить нормальные контейнеры на своей базе место побольше будет восстановили немножечко здоровья себе так аврора аврора у нас какую сторону вот в эту на мы полетели еды воды немножечко взяли все остальное нам вроде не нужно ну кроме батареечек глоба конечно еще лучше что мы по их пошли бы туда днем потому что сейчас ничего не видно вдруг какая козебяка тут у нас появится вот вдвойне страшно да одну батареечку мы с собой взяли это отлично очень темно и ничего не видно вот в принципе вообще давайте у поверхности воды тогда поплывем заиграла такая прикольная интенсивная музычка намекающая на том что нам может быть одно большое и плохое место в качестве левиафана а батареечка вообще супер титан в принципе не нужен тут свинец специально оборудование хорошо еще контейнер водичка спасибо за разъясняющие намеки наш бортовой журнал и помощник а это это песчаная акула я думаю что то это уже над ухом прям журчит ой это кстати зараженная особь ее лучше вообще не трогать и не есть в принципе пропульсионная пушка вещь очень быстро тратится кислород с этим ничего не пойдет сигналы форм жизни в данном регионе радиоактивные осадки могут быть губительны для инопланетной экосистемы если не локализовать в течение 24 часов а мы ничего не сделать не сделать то не можем у нас нет никаких специальных устройств эй-эй-эй не-не-не прикол есть с этим пузырем что он если что-нибудь нам мешает наверх залезть и мы врежемся и не поменяем руку он тупо будет в эту вещь таранится или предмет или объект и все и тупо мы умрем от недостатка кислорода тихо 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 не бухти тихо тихо не бухти все он ускакал можно тут посмотреть что есть опять же ничего трясется очень сильно шумит прямо аврора говорит что и плохо все они наши все все А тут у нас что? Прям огромные куски от него отваливаются. А заплыть-то мы можем, не? Не, нельзя. До дома нам получается на 1 километр 200 или 300 метров от этой самой Авроры плыть. Давайте его тогда объедем или наоборот вот куда-нибудь сюда зайдем. Потому что проход должен быть внутрь. Да, проход имеется. Правда, этих от краба мерзкие создания могут помешать очень сильно. В принципе, почему он по ним не попадает? Дети лесом. Дети лесом. Ты низкий что-ли, или что? Я не понимаю. Ой, это слишком высокий. Не достаешь бы до них. Минус 1, это хорошо. Скушаем аптечку. Это мертвый, все. Остальное, один ускакал еще. Один тут. И все. Так. Выбешивают, ребятки, эти. Тут надо вот эти вот пропульсионную пушку необходимо было скрафтить, чтобы от них избавиться. Но можно и таким способом. Очень долгим и муторным, если не приловчиться. Так, а внутрь попасть нам, вот этот, через, если через этот проход, тут надо все это раскидать. Надо было еще этот огнетушитель из нашей капсулы забрать. Потому что тот же огонь логически будет, что надо будет тушить всякие разные пожары. Иди лесом, хакраб. Шип структур, интегрити из лу. Фарс, опрессионный, экипмент и лейзер-каттеры могут быть требованы. Эксплорация будет ведена в вашем риске. Неприятные создания. Ну, в дамаже-то, не благо, не сильно больно. Так, немножечко единиц пять снимают за один удар. Осторожный пищеварительный тракт ближайших созданий содержит человеческую ткань. Спасибо. Очень, очень обнадежил. Очень обнадежил. А куда здесь? Немножечко непонятно. А, по обшивке. Нет. Бляха, муха. За текстурой было непонятно, куда мы вступаем. Мы побежали еще раз. Там надо будет по дуге пройтись. И без лишних проблем мы должны внутрь попасть. Готово. На немком pendulum. И без лишних проблем прибавите разрешил проблему ткань и дугой. И без лишних проблем И без한데 не им все ждет. Не Toce будет А вот это нас уже огонь дамажит. Так, этот огнетушитель надо сейчас будет поставить на быстрый слот. Вот, например, вместо этого глайдера. Шлюзы. Тут у нас по названиям грузовой отсек. Система Aurora работает на локальном источнике резервного питания. Удаленная загрузка данных черного ящика недоступна. КПК. Очень громкая вот играет музыка. Голоса-то ладно. На 65. Музыка очень громкая. Фрагмент пропульсионной пушки. Что у нас там по фрагментам было? Это понятно. Растительный мир, используемая водоросль. Пещерный ползун. Да, вот это существо. Проворный территориальный падальщик. Хорошо приспособлен как к суше, так и к морю. Ничего себе падальщик. Он на живых существенно падает. Падальщики обычно добивают либо слабых, либо доедают то, что осталось от добычи от сильных. Газообразная мембрана поглощает необходимые газы из воздуха или воды, регулируя основные функции организма челюсти. Вид обитает стаями. Предварительно отыскивает трупы, предварительно защищает свою добычу, в то время, пока труп поедается. Оценка необходима для переработки отходов. Избегать или нейтрализовать. Ладно. Это понятно. Тут всё вот это мы просматривали. Ладно, хорошо. Так, куда нам? Давайте сюда пройдём. Тут что у нас? Ничего нету. Прыгать мы не можем. Прыгибаться тоже. А, прыгать можем, нет? Наврал. Прыгать можем. Прыгаем мы на треугольник. Очень непривычно. И ни докуда не допрыгиваем. Тут потушить надо. И сразу захилиться тогда. Вот мы наконец в открытом космосе. Мы пересекли галактику, чтобы установить фазовые врата. Чтобы отправлять корабли, добывать ресурсы. Чтобы строить более дорогие корабли. Чтобы устанавливать ещё крутые фазовые врата. Мы пытаемся истощить галактику или самих себя. 18.06, день рождения Ю, 40, день в пути от дома, 400, недель в пути до дома. По ощущениям недостаточно кредитов, которые мне платит Альтера. 14.054, код от грузового отсека. Так и запомним. Альтера запускает Аврору. Заявлены фазовые врата для рукава Ариадны. Альтера запускает Аврору. Приделы освоенного космоса раздвинутся дальше. Так как корпорация Альтера запускает совершенно новое капитальное судно. Которое понесёт фазовые врата в рукав Ариадны. Аврора отправится из космического дока на краёв пространства Альтеры. Совершив сотни последовательных прыжков через фазовые врата. Через владение девяти различных трансгосударств. И окажется на дальнем конце рукава Ариадны за эти три месяца. Оттуда экипаж поведёт судно за последние фазовые врата. Сколько тут одного и того же повторяется. Там отборная команда инженеров начнёт 6-месячный проект строительства новых врат. В которых были вложены многотриллионные инвестиции и кредитов. В связи с отсутствием существующей инфраструктуры в регионе судно оборудовано современными термальными и ядерными источниками энергии. Корпорация Альтеры в данный момент управляет 9% всех врат в галактике. Удивительно. Есть миссия Авроры. Если миссия Авроры окажется успешной, Артера обгонит клику монгольских корпораций, управляющих рядом станции шахт в регионе. Понятно. Инженерный дрон Аврора. Выход из спящего режима, загрузка и распознавание голоса. Беркли, дрон, дай мне пропульсионную пушку. Пушка выдана. Ю, эй, Беркли, пытаешься установить эту распредкворобку репульсионной пушки, продаяешь голосовой отсек. Шот, прибери, дрон. Я сказал пропульсионную, а не репульсионную. Калибровать датчики. Откалиброваны. Ю, проблема не в датчиках. Я подправил программу. Он теперь, как ты, не любит, когда ему указывают. Беркли, дрон, я знаю. Теперь его зовут Альберт. Альберт, я знаю, что ты не виноват, но ты очень поможешь мне выполнить мою работу, если принесешь то, что я просил. Ага, спасибо, а теперь проваливаю. Переход в спящий режим, босс. Это ваше хобби не делать мою работу проще или безопаснее? Ю, может и так, но без этого я со скуки могу однажды прогуляться в космос в одном белье. Какой ужас. Тут у нас капсулы выживших, отметки. Разбросанные осколки, ой, это обломки, выступы известняка. Все понемножечку. А это мы можем подсканировать, интересно? Вот стул можем, например. Вообще хорошо. Урна тоже можно. Терминал нельзя. Командирское кресло. Будет у нас свое. Босс без краба. Вообще топово. И вроде отсканировали мы все необходимое. Не допрыгнули. А так хотелось. А если попробовать вот так? Оно нифига не тушится. Оно, я пую. Тут чуть-чуть непонятно, где текстуры имеют свою физику, где нет. из чего бы мы померли вдруг резко так из-за огня загрузка данных очень грустно что первый раз померли а что у нас забрали в принципе так ничего просто заспавнились на базе ну ладно как я понимаю там проход у нас закрыт ровно до того момента как мы не скрыт скрафтим вот эту вот пропульсионную пушку где она у нас сверху должно же быть да вот это вот а это репульсионная нам какая нужна вот пропульсионная комплект проводов и титан необходим ладно хорошо а мы тут ничего повесить не можем давайте скинем этот постер потом что противоролить и радиационный традиционную маску потом что еще разлагающийся минус сильно воды там и выкинем немножко еды сейчас наберем они даже в этой ловушке блин уплывают довольно таки реактивно а это разлагающийся фу сейчас приготовим покушать еще немножечко поисследуем все и так получается 1 2 3 1 водичку выпить две штучки закинуть питательный батончик у нас с собой лежит ракета в принципе вообще не нужна нам а по ресурсам у нас что тут есть кварца и соли немного тут пусто у нас логически немножко еды воды тебя скорее уже испортилась а нет соленый тут тоже немножечко кварца титана свинца серы а нам надо два серебра для этой пушки для строителя еще два серебра микросхему еще собрать надо надо отправляться за серебром и фонарик поставить немножечко для батареечка возьмем деталек и для чего она это нам надо образец что-то новое появилось что ли в крафте стулья вот эти показывают но получается были около аврора в обратную сторону мы как я помню тоже плавали на спасательный маяк давайте поплывем тогда в правую сторону вот в эту посмотрим что здесь находится последний чертеж плазменного резака нашли фрагмент еще лазерного резака то в принципе нам столько и не надо титан титан пока не нужен вот золото необходимо что за рыба такая интересная пиранья морской местный обитатель кусака в принципе похож на то что чем он занимается так а у нас тут еще немножечко обломков да вон солевые вон солевые наросты до отложения еще и зак тут фрагментиков немножечко это для чего это для беря биореактора у нас есть один чертеж полный полный давайте наверх за кислородом сплаваем микросхема откуда мы ее возьмем то либо если найдем какой-то необходимый компонент откроется нам чертеж либо как то из каких то этих данных искать фрагмент мотылька мы его исследовали уже тут не пройти тут мы смотрели комната сканирования тоже у нас же имеется вот тут нужен лазерный резак ну и в принципе тут больше ничего есть нету а для компаса там забыла чуть-чуть что необходимо да юппп для компаса опять же еще два серебра на все необходимое серебро на пол километра практически отдалились мы от своих от своей плиты капсулы так это что тут разломать моюзка где тут же ничего нету или она в траве где-то тут засела интересный такой жилковатая крапица что бьет это типа это крапица бьет а семена с нее подобрали так что бьет то я не понимаю то что в инвентаре сидим что ли да то что в инвентаре тут сидим и это что-то по нам стреляет а стреляет а убить ее нельзя это грустно контейнер на этом большом а не контейнер это что типа камни у нас как на суше из них выпадает меч мозговой коралл интересно сверток папирус шипомет ой совсем язык за исследовался аж про воздух чуть не забыли на досуге почитаем что за шипомет ладно спасибо большой друг всякое разное нам тут показал на себе еще раз заходим в зону с водорослями что фрагмент сборщика отлично вообще один из трех 33 процента есть тут должно быть еще немножечко солей яйцо существа на инвентарь пола так нафиг это выбросим так подышать надо еще один у нас радиосигнал доступен в капсуле глянем чуть позже как туда придем и потихонечку темнеет то что фрагмент морского глайдера не интересует гигантские коралловые трубы добываются добываются только зачем не понял серебряная руда отлично еще одна есть один полный комплект проводов медь обязательно много соли нам не надо у нас есть дома и скоро все разрядится так часто использую их фонарик к примеру а это что такое еще фрагмент сборщика отлично кислорода у нас 30 секунд в принципе нормально да окс последний фрагмент найдем соберем мотылек и будет улет и будет улет ни одного еще это что с ним такого от него след какой-то идет несущий фермент без что это делает дает она надо выплыть и посмотреть может какой-то редкий вид существа так это все не надо закрываем огромное количество вкладок вкладок левиафаны прыгуны плата ядные нет нам нужны трава ядные небольшие да пескуны инопланетные яйца несущий фермент встречается образец пескуна излучают который звучат слабый люминисцентный след и проявляет необычные поведенческие действия закономерности по наблюдениям по наблюдениям пескуна активно приближается к другим существам в том числе и к хищникам особь является носителем бактериальной инфекции но инфекции в настоящее время неактивно в полость желудка пескуна содержится неизвестный фермент инородного происхождения химический анализ фермента несет сходство с желудочными ферментами крупных хищников по всей видимости при контакте с ферментом подавляются симптомы бактериальной инфекции сложная структура делает синтез невозможным оценка рекомендуется продолжить исследование происхождения фермента интересно интересно а поймать мы его не можем да можем так он называется просто пескун съедобный нам необходим последний чертеж вот только где он обнаружена радиация а близко заплыли к авроре понятно вот может здесь что-нибудь есть кроме обломков титана лазерный резак имеется уже еще металлолом что-то ничего интересного нет есть какой-то кратер или какая-то пещера с огромным количеством этих жал а что такое а это 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 что румянцевая колыбель семечко получено секунду место нету все да надо плыть на базу но перед этим надо бы найти обломок так и и и и и и и и поплыли обратно тогда 400 метров немного и Говорится, он не лучший. Знаете, мы родом из маленького трансгосударства на дальней конце Адрамеды. У нас есть такая поговорка. Нет пудр без добра и нет добра без пудр. Только означает, что вы выживаете целую кучу полу. Может быть, так просто. Прямо сейчас, помимо, на предместо припыковаться. И мы найдем необходимое для этого. Да. Какие они молодцы, конечно, все. Эта семечка, думаю, стоит выкинуть. Нас посадить его некуда пока. Вместе с этим яйцем. Так, для него надо одну энергоячейку, смазку и титановый слиток. Смазка-то у нас есть, конечно же. Титановый слиток делается из четырех или из пяти этих. Из десяти огромного количества, да. У нас получается сколько тут? Четыре, шесть, семь только. Семена тут еще у нас есть. Раз, ячейка. А, точнее, батарейка. Вторая в батарейках. А, потом один набор этих проводов. Силиконовую еще надо нам. Подкладку эту. Ячейка есть, отлично. А тут нам ничего не надо. Можем сделать пропульсионную пушку. Пока пойдемся. Титановый слиток. У нас тут обломки по территории раскиданы. Сейчас пособираем их тогда. Так, и вот еще троечка, да. Раз, два, три. Соли сюда закинем. Медная руда нам нужна. Серебряная у нас, в принципе, тут. Достаточно смазку одну надо забрать. Попить две водички, съесть одного пескуна. И тут еще пескунов понабрать. Вот три штучки, думаю, хватит. Титановый слиток. Поехали. Намного дольше делается этот предмет, так как он более высокотехнологичный. логичный лопаточник можно его тоже приготовить а так песку ныне нет и не портится если они сыром виде соответственно титана не хватает одной штуки разверните сборщик где-нибудь на глубине вот здесь вот поставим значит назначено давайте вот так и что же необходимо на этот матерёк нам еще 10 титана одной энергоячейку два стекла одну смазку один свинец стекло мы в принципе сделать можем свинец имеется смазку тоже сделаем энергоячейка тоже сделать можно и титана собирать это в принципе минут за 10 сделаем сексуете комитет раз кусок титанчика попить водички надо точно и покушаться еще все наших друзей тут зубастых возьмем немножечко так необходимого нам титана вторая штука вторая штука и вот третья они нам поскольку по 4 по 5 металлолома дают в принципе должно хватить если что даже на запас взяли получается что там нам надо было еще водоросли водоросли даст для смазки точнее именно этих гроздей желтенький все кончился наш заряд батарейки поменяли на новую в принципе старую выкидывать даже смысла нету ее можно просто будет подзарядить чуть позже когда у нас появится в глазах да и 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 Расплавим титана Да, он дает нам по 4 штучки Одну энергию ячейку сделаем А тут нам ничего не надо Тут в принципе тоже А, стекло надо Стекло Оно у нас все Все внизу Оно у нас все Так, где у нас Этот наш сборщик был Вот он, вот он, да В правильном направлении Плыли Свинца забыл Просто взять Свинец с собой Еще прикольный момент Для экономии ресурсов При создании Вот, например, той же самой Энергоячейки Можно тратить Уже разрядившиеся батарейки Вот он на самом начале Так немножечко Просто упрощает Но, помните, что Свинца Это хорошо для ваших Глитов и эндорфин Моталек является Быстрым и безопасным Средством транспорта Но там что-то, что-то Он тоже может быть Уничтожен, наверное Добро пожаловать на борт, капитан Ну вот и все Мы сделали Наше первое Транспортное средство Теперь мы можем Не отрываясь На подышать На поверхности Плавать Довольно-таки глубоко Сколько у него погружений 200 метров получается Да Вот Никаких модулей У него пока не установлено Да, мы Не-не, я хотел доступ К улучшениям Посмотреть Да, вот он Да, можем 4 ячейки Поставить На расширение По-моему Точнее на Инвентарь На там какие-то Еще прикольные Моментики С Подобием Отпугивания Диких хищников Даже Левиафанов Вот Вот На сегодня Думаю Все, дорогие друзья Сегодня у нас было Такое Простое И незатянутое Прохождение Мы немножечко Поисследовали Немножечко Покрафтили Умерли Даже Один раз Немножечко Чуть ли не Задохнулись Но успешно Создали Своё Транспортное Средство Да Ждем Спасательные Капсулы Точнее Спасательные Спасательного Корабля Да Давай Инквизитор Да До следующего Стримчика Угу Хорошего Так сказать Дня Утро Дня Утро Дня Вечера Или ночи Всем Да Данное Прохождение Будет В плейлисте Смотрите Продолжение В описании Всем Желаю Удачи Пока